друзья мои всем привет сегодня разберем такой вопрос который часто задают мне заказчики когда я прихожу на объект это можно ли сэкономить на отопление можно ли сэкономить на отопление в новостройке там где установлены вот такие вот регуляторы если вам интересен ответ на этот вопрос и вы тоже задаетесь им то смотрите это видео поехали так часто наверно все встречали вот такие вот терморегуляторы у себя в квартирах в новостройках это бывает особенно часто так что же означает этот терморегулятор вот эти значения на нем и для чего вообще он нужен не можно ли сэкономить с помощью этого регулятора отопление и сэкономить в общем на квартплате изначально сразу хочу сказать что данный терморегулятор это всего лишь кран и он предназначен только для того чтобы вы могли обеспечить как комфорт у себя дома то есть когда вы меняете значение на этом регуляторе от меньшего большего от большего к меньшему тем самым вы перекрываете доступ воды в батарею если вы значение ставите на единицу или там на вот эту снежинку где-то она обозначает нулем то баба вода батареи просто перестает поступать и тем самым она становится холодной если же значение увеличивается циркуляция через радиатор становится более сильной и тем самым батарея греется лучше и как часто я стал замечать что все почему-то устанавливают свои показатели на минимум для того чтобы уменьшить проток жидкости через радиатор и тем самым они считают что могут сэкономить на отопление отнюдь сразу говорю что нет это нужно только для вашего комфорта экономить с помощью данного регулятора не получится никак данный регулятор выполняет всего лишь функцию запорной арматуры и теперь давайте разберем почему же все-таки нельзя экономить с помощью данного регулятора на отопление приведем простой пример вы живете в башне в доме где в среднем где-то 200 квартир и каждый жилец данного дома решает сэкономить на отопление и просто перекрывать свой регулятор на ноль и теперь когда вода которая поступает с тэц в дом пусть она не поступает квартиры дома на поступает по любому и следовательно кто-то должен платить за вот эту воду которая поступила в дом и ушла обратно в тэц кто будет за ним платить если весь дом экономит никто получается что нет получается должен должен за это кто-то платить но так как управляющая компания за это платить не будет потому что она в этом доме не живет а живут в этом доме только жильцы следовательно жильцы и должны платить за ту энергию которую тепловую энергию которая поступила в дом за свой счет и следовательно если вы перекрыли Открыли отопление у себя в квартире, это не значит, что вода перестала поступать в этот дом. Все равно она идет, все равно ее производят, а пользуетесь ей вы или нет, это уже ваши проблемы. Платить вы за нее все равно будете. Поэтому рекомендую всем, если у вас стоят такие регуляторы, используйте ее для комфорта. Не пытайтесь с помощью данного регулятора сэкономить у себя на отоплении. Это не получится все равно. Все равно у вас будет выставляться счет за ту энергию, которую вы должны будете оплатить. Поэтому пользуйтесь данным регулятором только для комфортного пребывания у себя в доме. Регулируйте отопление так, как вам надо. Но полностью убавлять его не стоит, потому что вы все равно на это не сэкономите. Вот такой вот вам совет, ответ на те вопросы, которые часто мне задают заказчики, когда видят такие вот регуляторы. Ну а если у вас есть какие-нибудь другие вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ, задавайте их в комментариях под этим видео, либо в моих аккаунтах Instagram, ВКонтакте. И я вам отвечу на них тоже так, с помощью видео, либо просто в письменной форме. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч на канале Перестройка 116. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...